Продолжим. Если взять адроны с тяжелыми кварпами, я имею в виду тут С, кварп, Б, кварп, ряда. Поскольку у них большая масса, то в конце, кроме лимптонной пары, можно родить много разных легких адронов. Все распады, как уже говорил, делятся на эксклюзивные и инклюзивные. Ну вот, например, скажем, Б, кварп, ряда, 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 ряда. Тут родится какой-то другой флевер. В основном, Б любит переходить с Ц. То есть, БЦБ, напоминаю, она хотя и маленькая, но из всех вершин Б-кварка, это самая большая. А переход в У, это 10 раз в месяц. В этом основном рождается Ц. Тут какой-то спектаторный клавиш. В зависимости от того, какой БМИЗОН уже взяли. Имеется в виду, что это скалярный, самый легкий БМИЗОН, который может быть Б0 или Б плюс-минус. Так? А Вопрос Например, такой. Если я возьму какой-то воспущённый, более тяжёлый, как БИЗОН. Можно посчитать и, так сказать, сравнить с экспериментом, например, полурептонные распады. Ну вот, кварковая модель, что такое БИЗОН? Это Б-кварк и какой-то, например, лёгкий кварк. Они могут находиться в С-волне, потом воспользоваться МОСП-волну, Д-волну и так далее. Вы кто? А, я же с него знал. Партон. Да. Значит. Ну вот. Можно взять какой-то, есть всякие более тяжёлые БМИЗОНы. И вопрос стоит там. Вот мы рассматриваем сейчас нижнее состояние. Это все до скаляра. Так? Ну, даже в С-волне есть все до скаляра. Это когда спины двух парков складываются ноль, полный момент ноль. А они могут сложиться в единицу. Будет спина единицы. Это векторный БМИЗОН с ПС-звёздочкой. Аналог Пирова. Ну а тем более, если вы начинаете возбуждать там Б-волна и так далее, то прибавляется орбитальный момент, потом из радиального возбуждения и так далее. Вопрос. Вот я могу обсуждать расклады не только нижнего цвета скаляра, скажем, БМИЗОНа, а и возбуждённых? Или это по каким-то причинам не имеет смысла? Я уже два раза его повторил. Повторяю третий раз. Вот тут стоит, например, в зависимости от того, что вы здесь поставите, У-кварт, или Д-кварт, или С-кварт. Стоит БМИЗОН с разным флейбером, но квантовые числа, например, это ноль минус. Спин ноль у него, и почётность минус. Пседоскальна. Но есть и другие возбуждённые агромизоны. Например, есть Б с звёздочкой, у которого спина единица, почётность минус. Вектор. Вот это два, это С-волновые состояния этой пары. Поэтому весь спинный зону складывается из спинных в арках, это может быть ноль или один, всё. Дальше идёт Б-волна, и ещё прибавляется орбитальный момент единица, там появляется всякая куча новых, появляется скалер. Появляется аксельный вертел, даже два. И появляется ассенция. Вот по волне можно из этих двух кварков сделать мизоны с такими квантными числами и так далее. Это называется кварковая модель. Вы что, это вы не слышите? А? Это важно. Вы об этом знаете? Представляете себе всю эту картинку? Или это, как раз, для вас новость? Что? Помню. Да, представляю. Хорошо. Так вот, я могу взять какой-нибудь? Вот это самые лёгкие. Это тяжелее, а эти ещё тяжелее. Я могу взять любой из них и для него обсуждать вот такой полуректонный распад. Значит, что касается конечного состояния, я забыл закончить праздник. Если здесь вот эти два планка образуют какой-то конкретный мизон или два мизона или три, но конкретное, но конечное состояние. Такой процесс называется эксклюзивным. Эксклюзивный, значит, исключающий. То есть вы исключаете все конечные состояния, кроме одного данного, которое выделяется. Ну, например, переход В в Пи или в тонную пару. Это или в 2 Пи или в тонную пару, или там ещё куда-то, но конкретное, конечное одно состояние, это эксклюзивный канал. А если вы говорите, пусть В распадается в лептонную пару или в Биадроне, и по всем адронам конечным просуммируем, это эксклюзивная ширина. Так вот, возвращаясь к этому вопросу. Имеет смысл рассматривать полуэлектронные распады или эксклюзивные, или инклюзивные каких-то более тяжёлых, воспущённых по мизону? Или по каким-то причинам в этом особо замысловании? У них ширина большая. У них ширина большая. Почему? Потому что у них масса больше. Нет. Дело в том, что тут масса настолько большая. От чего может быть подавлен фазовый объём? Если масса этого, близка к массе этого, энерговыделение маленькое, тогда фазовый объём маленький. Путь подавления. Вот как мы сейчас обсуждали, пи плюс или пи минус скажу. Пи плюс или пи плюс или пи плюс. Вот здесь разность масс 4,5 мэра. Вот оно и данное, конечно, фазовый объём. Но здесь конечный состояние. Разность масс боится кварков. Пять гео, полтора гео. Поэтому здесь можно родить лёгких частиц, лёгких смыслей. Ну, с массами начиная от полтора гео, грубо говоря, и до пяти. Вы понимаете? Здесь огромный фазовый объём, поэтому это не проблема. А мы уже точно этот вопрос обсуждали только не на примере бакварка, а на примере лёгких кварков. Например, есть распад, скажем, пи меню. Это основной его распад. А есть распад, например, роминю. Ромизон. Помните, что мы говорили про этот распад ромизона? Его никто никогда не наблюдал. Почему? Потому что это слабый распад. А ромизон распадается сильно, с шириной 150 мэра. А брендинг этого, это будет, я не знаю, там, на уровне 10 минус 7, 10 минус 8. Вот почему. То же самое относится и к этим тяжёлым мизонам. Как только вы поднимаете массу достаточно, у них появляется возможность распадаться сильным образом. Ну, например, если я возьму какой-то из этих мизонов, он может распасться на низший, всегда скажет, плюс пимизон, например. Это уже будет сильный распад, а не слабый. И это будет основная мода. Она может быть поддавлена, если у него разность масс между вот этими и этими, не такая же большая разность масс. Но всё равно это намного ширина больше будет, чем его слабый распад. Вот причина, почему мы всегда обсуждаем слабые распады. Рассматриваем только такие адроны, которые не могут распадаться ни сильно, ни даже электромагнитно. Потому что если им это позволяется, то ширины сильных и даже электромагнитных распадов намного больше, чем ширины слабых. И поэтому слабые распады имеют очень маленькие бренчинки и их очень трудно наблюдать. Хорошо, вернёмся сюда. Так вот, ну, например, конкретно, пусть тут будет ухвар. Ну, что у нас в системе, в конце образуется система С-АнтиУ. Она с какой-то районностью превращается, ну, посчитая, что С-Кварк дальше пока не распадается. Это, на самом деле, там идут каскадные распады. С-Кварк тоже живёт конечное время и распадается слабо в С-Кварк, в основном. И так далее. Но это уже, называется, каскадные распады. А первичные распады, в данном случае, это вот эта вершина, где находится БРЦ. Будем считать, что С не распадается, пока что, для нас временно. Но тогда это будут адроны, состоящие из С-Кварка и лёгкого кварка. Ну, например, демизон. Воспустение демизона. Или тут можно ожидать дополнительные пары лёгких варков. О-АнтиУ, ДНТ, СНТС. И тогда это будут дополнительно лишние лёгкие адроны. Тут много каналов распада, потому что начальная масса большая и позволяет здесь много чего родить. Ну, хорошо. Так вот, с точки зрения теории, что тут можно посчитать достаточно надёжно, а что посчитать трудно. Надёжно считается, как мы уже об этом говорили в КХТ, инклюзивные процессы с большим энергоудивением. Так, тогда средняя энергия рождающихся кварков будет большая. Константа их взаимодействия с клеоном уже будет логоизмически маленькая. И прямо по теории возмущения КХТ можно разумно посчитать полную инклюзивную ширину. Ну вот, в этом случае я просто напишу, как это выглядит. Значит, качественная картинка такая. В системе покоя БМИЗОН. БМИЗОН – это аналог катанного дороги, где БКВАРК тяжёлый играет роль порционов, а лёгкий играет роль электронов. Поэтому в системе покоя БМИЗОН этот тяжёлый БКВАРК практически стоит почти в центре инерции. А лёгкий бегает как-то вокруг него. В какой-то момент тяжёлый распадается. Это происходит достаточно быстро по сравнению с периодом, так условно говоря, растения лёгкого, сборной частоты. Поэтому в этом, вот в этой части процесса лёгкий парк никакого участия не принимает. Поэтому его называют спектатор, спектейтор, наблюдатель. Он тупо, так сказать, смотрит на то, что там происходит. А когда электронная пара улетает, она с кварками не взаимодействует. Вернее, взаимодействует очень слабо. Это надо лишними обмениваться или фотонами, или W. Леонами она не взаимодействует. Получается, вместо стоящего БКВАРКа рождается СКВАРК. В зависимости от того, какой импульс уносит лептонная пара, СКВАРК может родиться с большим или меньшим импульсом. Есть два предельных случая. Когда лептонная пара уносит минимальный импульс, почти ноль, если это лёгкий лептон, то тогда энергия СКВАРКа будет практически равна энергии БКВАРКа, то есть его массе. А поскольку масса C в три раза легче, чем B, то его импульс будет больше, он будет сильно релятивистский. Его энергия будет в три раза больше его массы. А в обратном предельном случае, если лептонная пара уносит энергию равную разности массы, то трёх импульс рождающегося СКВАРКа будет маленький. И он будет рождаться почти в покое. Так? И тогда, что происходит с точки зрения вообще, так сказать, ну, лёгкого СКВАРКа и вообще? Вот считаю, что они оба очень тяжёлые. Какую роль играет масса протона в атомной дороге? Почти никакую. Потому что точное выражение для там Боровских параметров, Боровская энергия, Боровский радиус, импульс, частота, входит не масса электронная протона, а входит приведённая масса. Задача одного тела с приведённой массой. Но приведённая масса Соответственно, М1, М2, М1 плюс М2 Когда массы сильно разные, одна большая, одна маленькая, и одна маленькая М1 То это есть в основном легкая масса и вот такая маленькая поправка Ну, поэтому, когда один кварт намного тяжелее другого, то практически тяжелый стоит в центре А вся динамика и все параметры, как в атоме водород, определяются легкой массой С точностью, как правило, маленькая Поэтому, в этом предельном случае, когда энергия, уносимая электронной парой, равна разности масс Тогда С-кварк по энергии, прям рождается почти в покое И что получается? У вас У-кварк бегал вокруг центра, где стоял Б-кварк А теперь, мгновенно, Б-кварк перекрасился И теперь центрально занесся и С-кварк Но как тот был тяжелый, так и этот тяжелый Поэтому у кварку все равно стоишь на сюда таких поправок Это понятно? Вот тут только раньше была поправка масса легкого кварка делить на массу Б А теперь будет масса легкого кварка делить на массу С Но если и Б и Ц рассматриваются как тяжелые по сравнению с характерным масштабом КХТ То и та, и другая поправка будет маленькой Да Это еще не электрические формулы, а ведь у-кварк полегкие, по-моему, не электрические Я же не сказал, что сюда входит толковая масса у кварка 4 мл Сюда входит его конституентная масса 300 мл Но наши кварки Б и Ц по сравнению с 300 мл тоже сильно тяжелые Полтора гева в пять раз больше все Я не скажу, что это боксу или что Но я начал с того, что пусть они рассматриваются как тяжелые Это некоторые, конечно, для Ц-кварка не очень хорошие, реально, пределы Параметр это лямка КХТ на массу кварка Среди Б У Б 5 Г, поэтому это уже хорошее разложение по малому бенрангу Для Ц-кварка Не то, что это неправильно Для Ц-кварка есть смысл раскладываться по отношению лямка КХТ к массе Ц Но Нет гарантии, что поправки будут сильно маленькие Когда идет по степеням этого гарантия С другой стороны, мы знаем обратный случай Для Ц-кварка, который совсем легкий, 150 мл Насколько Тот факт, что масса Ц-кварка сильно не такая, как у легких УДЭТ Насколько он Влияет на нарушение сутрисиметрии Не в разы, как правило Обычно там 10-15%, бывает 20% То есть ничего страшного не происходит Да, так вот Вот рассмотрим еще раз формальный предел Когда оба кварка Не только В, но и Ц Рассматриваются как тяжелые В конце концов Можно теоретически рассматривать Понимаете? Масса кварков это параметры теории Какие? Я могу абстрактно рассматривать теорию Где масса В-кварка 20 гев, а масса Ц-кварка 15 Понимаете? Как теоретическая лаборатория Не буду раскладываться по малому параметру Который будет у меня как бы заведомо малым А потом полученная формула Можно пробовать тащить на реальные массы наших кварков Для В-кварка это не проблема А с Ц-кварком уже как бы повезет Повезет, получится поправки небольшие Не повезет, могут быть замедленными Поэтому мы рассматриваем сейчас абстрактный случай Который поддается теоретическому, так сказать, аккуратному анализу Пусть оба тяжелые То есть эти оба числа рассматриваются как малый баракт Тогда еще раз В этой точке Где электронная пара Уносит максимально доступную энергию Равную массе В минус С Всегда Вот тут энергия связи порядка лягкая Как это Есть? Вот здесь мы сейчас обсуждаем эксклюзивный распад Я забыл уточнить Пусть тут родился один Д-мизон Это эксклюзивный канал Распад В, лептонную пару и Д Так? Поэтому еще раз Пусть лептонная пара Уносит Максимальную энергию Равную разности масс Б и Д Чем отличается масса П от массы Б и Кварка? Энергия связи Энергия связи Энергия связи порядка лян таких идей Поэтому Реально Когда вы ловите лептоны там И имеете какую энергию уносит лептонная пара То по кинематике реальной Максимум это будет масса Б и Мизона Минус масса Д и Мизона Но масса Б и Мизона Отличается от массы Б и Кварка на лянда КХД Масса Д и Мизона Если ци Кварк тяжелый Или в любом случае параметрически отличается От массы Ц на лянда КХД Поэтому с точностью плюс-минус лянда КХД То есть маленькая размазка Масса тяжелого Кварка и масса этого Мизона Практически одно и то же Поэтому Еще раз На этом конце фазового объема Если у вас тяжелый Б-Кварк в системе покоя Б практически стоял До распада Затем Лептоны внесли всю разность в масс Он просто перекрасился И превратился в цикварк который тоже будет стоять Вот что я в конце концов хочу сказать Это понятно Поэтому с точки зрения у Кварка легкого Который там бегает Он то сам не литивистский У Кварка Но с точки зрения его Просто Просто Тот Кварк который стоял в центре тяжелый Он стал допустим в три раза мягче Но остался все равно тяжелым Реально У него было 5 Г в массы А стало полтора Но если вы считаете что полтора тоже тяжелые То он будет стоять в этом случае на месте тоже Если этот у него разница в 3,5 Г в энергии Тогда Трехимпульс этого будет маленький И он будет почти стоя рождаться И теперь спрашивается С какой вероятностью Если эти два Кварка были в С-волне С противоположными спинами И теперь этот стоя на месте Просто перекрасывался И превратился в Д-кварк Который тоже стоит С какой вероятностью Получится Д-мезон Который тоже есть С-волна С теми же противоположными спинами При том Что с У-кварком вообще ничего не происходило Практически только Д-кварк Б-кварк Перекрасил свой флевер И превратился в С-кварк Как он стоял Так он и стоит В этом месте В конце фазы объема Ясно что ничего не изменится То есть с вероятностью 100% Вот это псевдоскалябное Связанное состояние Привратится в это Псевдоскалябное состояние С точностью По праву На всякие размазки По энергии средств Поэтому мы можем предсказать Чему равен Вот этот Матричный элемент Адронный Который есть Амплитуда перехода Этого в это В точке На конце фазы объема Которая электронная пара Вносит максимум энергии Равный разности массы Тогда Амплитуда вероятности Того что этот Ноль-минус Превратится в этот Ноль-минус И 90% Мы же столько Случа рассматриваем На конце фазов Объема Да А в другой случае мы не будем Будем Но сейчас мы Мы смотрим те Точки специальные Где Можно дать Достаточно надежное Предсказание По теории Аналогом Являются Например Сейчас Ну например Сейчас В какую сторону Ноль-минус Например Такой Процесс Вот Есть Атомная Дорова Протон Бегает электрон Так Налетает электрон С какой-то Нараяленностью Он может Нет Это Наверное Неудачный Пример Лучше В обратную сторону Попробуем Допустим Тут Какой-нибудь Ядро Обозрано Там Протоны И электроны Все электроны Обозрали А там Это Подавлоподобный Йо Так Так Вот Это Ядро Может Испытывать Какой-нибудь Свой личный Распад Там Скажем Ну Например Бета Распад Там Альфа Может быть Распад Что-нибудь Такое Что-то Пусть Это Например Будет Бета Распад Значит Один из нейтронов В ядре Превращается В протон И вылетает Электронная Пара Реметийская То есть У них энергии Порядка 1-2 мл Поэтому Они А по сравнению Сборовской Энергией Порядка Там Десятков Электрон вольт Или может быть сотен Электрон вольт В зависимости от заряда Ядра Они 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 летят почти Со скоростью света Быстро Улетают И В взаимодействии В этой паре С Боровским Электроном Можно принимать Маленький эффект Что Чувствует Электрон Что Мгновенно Из ядра Вылетела Пара Но она Дала Отдачу Какую-то Маленькую Но Есть задача И теперь Если ядро стояло Оно теперь Начнем двигаться Эти пары Полетелы сюда С каким-то Импульсом Пару мега Это ядро Полетит По сохранению Импульса В обратную сторону Так Спецправитель С какой вероятностью Электрон Который Находился В основном Состоянии Останется В основном Состоянии Возбудиться И в принципе Если Сильное Возмущение Может даже Я не согласен Значит Мы говорим Чтобы Эта Вероятность Найти Давайте Перейдем В систему Где Это ядро Снова Покоится То есть Систему Движущей В Сами В Этой Системе Волновая Функция Электрона Система Которая Стала Функция А В Такая Волновая Функция Ну Теперь Функция Электрона Функция Состояние Ну Видно Что Экспоненты Равна 1 И Этого Интеграл Нормирования Но Чем больше Ку Тем меньше По величине Этот Интеграл Потому что Начальная И конечная Волновая Функция Чем больше И больше Отличаются И перекрытие Между ними Меньше В пределе Больших Ку Интеграл Очень сильно Отдается Параметричнее Как он себя ведет Зависит от Конкретного Видно Конечно Но Это обычно Какая-то Степень Ку Вот так Он себя ведет В пределе Когда Ку Намного Выше Чем Городская Электрон Передача Очень большая Так вот Здесь Качественное Происходит Прекрасно То же самое С этим Распадом Поэтому Поэтому Только тут Звинутая Конечно Кинематика Точка Где Вот это Наша Ку Маленькая Стремится К нулю Это Точка Когда Скорость Энергия Энергия Уносится Отличающая Массу Этого Кварка Тогда Этот Кварк Рождается Просто Опять Стоя На месте И тогда Волновая Функция Просто Автоматически Ну просто Ничего Не происходит Кроме Перекрашивания Flavor Тогда Сказать Что Этот Матричный Но если Кварь действительно Тяжелый Поправки Маленькие Но теперь После этих Разговоров Давайте Напишем Этого Придумья М Равно G Ферми Скорее Звук ВСВ Тонная Часть Ну скажем Электрон Например Или Люмизон Или Может быть Даже Тау Потому что Энергии Хватает Поэтому Давайте Будем это понимать Как букву Э Это Лектон Один из трех Это Нитрина Одноватая Магнесская Элементность Вначале у нас был В В конце у нас Т Ну и Слабый ток Который Переводит Б В Ц Амплитуда Амплитуда Это Понятно Ну и Поэтому Мы Как всегда Обсуждаем Адронный Матричный Элемент В Лектонах Это Свободная Электронная Сейчас Амплитуда ч Здесь Но векторный ток короче, матричный элемент вот этот что-то не можно сказать? чему он нравится? слава богу, что уже стали быстро отличать тут три раза псевдо поэтому весь ответ тоже будет псевдовектор и тогда он должен задержать псевдотензию есть два импульса чтобы убрать лишний интекс а третий интекс убрать меньше ну, поэтому нельзя сделать вектор из того, что имеется в хозяйстве поэтому это нул значит, остается вектор на матричный элемент там это прямо убираем структура этого матричного элемента точно такая же, как у нас было для певизона там два фарфактора F+, F- но массы все другие поэтому еще раз его намишен я бы напишу в двух вариантах один так, как мы описали для певизона вот такой выбор тут два независимых вектора F1, F2 Q это передача между ними если вот это называется Q это у нас F1 это у нас F2 то Q равно F1 минус F2 и это суммарный импульс лектонной пары формально совершенно вся кинематика точно такая же, как была в бета-распаде пи-минус пиной лектонной пары но динамика другая потому что там все кварки были легкие а здесь тяжелые здесь вместо этого ясно, что можно взять другие линейные координации здесь мы из F1, F2 сделали сумму и разность но можно по-другому перекомбинировать она так удобнее значит используется еще такая вещь вместо вот этого сейчас вспомню так чтобы одна структура была такая что при умножении на Q она бы просто вылетала кинематически в этот день и сейчас я подожди вы подожди вы вы на вы вы Это скалальное произведение, если я все умножу на Q, то будет как раз 0. Если сравнить, то мы их переделали в факторах новых. Потому что вот это Лоренцин вариант, на самом деле P1 плюс P2 умножить на Q, которая есть P1 минус P2. Это P1 квадрат минус P2 квадрат, это вообще не переменная. Это M2 квадрат минус M2 квадрат. Поэтому это костное число, а переменная Q2. Но, в любом случае это Лоренцин вариант. А как вектор, это Q1. Поэтому, на самом деле, я вот этот кусок могу сюда перенести. И он добавил форм-фактор F плюс к форм-фактору F0 во всякие множители. И получится форм-фактор F минус. Видите, это просто вот такое тривиальное рекомбинирование. Но чем удобна вот эта комбинация, что когда я буду брать дивергенцию, например, то есть умножать всё на кумью, то эта шлем автоматически вылетит кинематически. И вклад будет давать только этот. Это раз. Но зато это весь сингулярно, если Q2 стремится к нулю. И поэтому ответ, конечно, не сингулярный. Поэтому в дочке Q1 равной нулю, этот сингулярный вклад должен сокращаться сингулярностью, который тут скрыт в этом формате. То, что ясно по-другому. Что F0 от Q2 равно F минус. Сейчас наоборот. F минус равно F0 плюс один кусочек. Вот эти фонфакторы плюс и минус, они не сингулярные. А тут мы специально добавили одну сингулярную в нуле кусочек. В нуле по Q2. Ну так, конечно, это искусственная сингулярность. Вот здесь нет сингулярности. При Q2 стремятся к нулю. Поэтому при Q2 стремятся к нулю. Сингулярность. Странно. Сингулярность. 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 По-другому. Сингулярность. По-другому. Синг第二. По-другому. По-другому. Извинут. так и определить, оставим пока как есть, ну хорошо, вы смотрите, если сравнивать с тем, что мы делали, когда эти оба были певизовыми, певизовыми, у них массы были очень близкие, здесь стояли легкие, коркие, гусшие, дойные, типа, да, и в пределе эзотопической симметрии, этот ток из-за спины, он вообще был сохраняющим, его дивергенция была равна нулю, дивергенция этого дуга все равно, что умножение на кумю матричного элемента, и когда я это умножаю на кумю, то я получаю разность квадратов массы, которая в эзотопическом пределе, что это члены одного из-за мультиплета, она сравнилась к нулю, и тогда этот фарфакт-эрофминус в эзотопическом пределе был равен нулю, он был пропорциональным разности массов дегвард. А теперь все не так, потому что они не члены одного из-за мультиплета, разность массы B и C, 3,5 герва, ну, короче, это не имеет никакого отношения и никакой симметрии, заменой B на C, 3,5 герва, поэтому вместо этого разложения удобнее использовать это и никаких дополнительных законов сохранения, связанных, амалоков сохранения за спину теперь нет вообще. Ну и поэтому мы пытаемся, наоборот, использовать обратный предел, считая его бакварка тяжелым. И тогда, вот то, что сейчас говорилось по аналогии с атомом водорода, в точке Q-квадрат максимально, когда рождающийся демизон будет почти стоять в покое, если этот начальник стоял, то тогда вот этот матричный элемент должен выходить на единицу, в такой простом, что эта точка отвечает, что там все-таки, что у нас тут две кинематические структуры, ну давайте еще раз, вот у нас система покоя Бомезона, поэтому импульс Бомезона B1, он вообще страхимпульс равен нулю, у него есть только энергия, которая равна его массе, если вот этот рождается тоже почти с нулевым трехимпульсом, то у него тоже, четырехимпульс Б2, практически содержит только нулевую компоненту, то есть массу, а трехимпульс тоже равен нулю, но тогда Q будет тоже иметь только нулевую компоненту, равную разности массы Б2, а трехимпульс Q будет тоже равен нулю, поэтому можно здесь ограничиться индексом мю равным нулю, потому что все трехмерные импульсы в этой точке равны нулю, и тут будет стоять МВ плюс МД, а тут почти один МВ минус МД, и поэтому в этом понеделье все командовые В, В идет МВ плюс МД, в принципе, здесь и верхнюю строчку, например, брать. В общем, это Q максимальная квадрата. Q максимальная это такая энергия равна это вот кончик фазового объема. Это вот кончик фазового объема. То есть в этой точке. это выглядит так. Сейчас интересно, как это выглядит. Q максимальная это выглядит так. Сейчас интересно, как это выглядит. МВ плюс квадратовая масса. Q квадрат будет разность в квадрате. Я смотрю, это не зановится. Если что, тут будет стоять МВ плюс МД, а тут будет стоять МВ плюс МД, МВ минус МД, МВ минус МД, МВ минус МД, МВ минус МД МВ минус МД в квадрате и умножить еще на МВ минус МВ. Сократится. Поэтому на самом деле получится просто вот эта разность в массу умножить на вот этот фарфактор F0. Сократится. Сократится. Так вот, по идее, все, что говорилось, будет означать, что F0 в точке Q максимальная будет разность в X. Вроде бы, да. А f0 это комбинация из этих двух. Вот почему. Вот. f0 это из минуса дня. Вот это на f+. Ну то есть, в этой точке все f плюсов, минусов, f0 они друг от друга отличаются только приложителями чисто кинематическими, типа вот это делить на сумму. Это можно просто по иниматике убирать или перекомбинировать. А динамическая информация состоит именно в том, что в пределе тяжелых кварков D-мизон и B-мизон стоят, в которых оба трехи пусть равны 0, это один и тот же мизон. А если это один и тот же мизон, то я заменю здесь букву B на D, здесь заменю C на B. И это будет просто оператор числа бакварка. И он равен импульсить. Равен умножить на единицу. Это будет сохраняющийся ток, если мы пренебрежем разностью массы, которая ушла и унеслась в тонной паре. И закроем глаза в мире кинематические множители. Еще раз. То, что вот этот матричный элемент, это же кусочек электромагнитного тока. Сохраняющегося. Да? Это вклад B-кварта в электромагнитный ток с точностью до множителя равного заряда B-кварта две трети. Поэтому, если я рассматривал вместо C-B по такой B-B, то это сохраняющийся ток. Дивергенция равна нулю. Умножение на Q должно давать ноль. И тогда F- минус был равен нулю. Так же, как у Пемисова. То есть, минус равный нулю. Занурил бы вот эти комбинации в точке Q-квадрат максимально. Ну это, знаете, два фон-фактора в этой точке связаны вот с чем-то таким кинематическим. Короче. Формально, в пределе, когда оба квадрата возвращаются. Когда оба квадрата очень тяжелые. То, в принципе, вот на этом конце фазового объема мы можем предсказать, например, что этот фон-фактор зануляется. Эти два поэтому вот так связаны друг с другом. И равны, ну и вот этот равен 1. Вот, собственно, об этом идет речь. Это предсказание будет с точностью до поправок типа Лянга-Куси-Ди на МЦ и Лянга-Куси-Ди на МВ. Конечно, вот это главнее два права. Потому что все кварковые массы в три раза меньше квадрата. Это, грубо говоря, это 1,5. Вот это число, да? Это, вроде, небольшое число. Но 1,5, не бог из какой маленькое число. Если оно в разложении умножается на двойку, это уже 40%. Добавка будет к единице. Это совсем не хорошо. Короче. Есть вопрос, сводится к контролю над вот этими степенами поправок. Так вот, тут люди очень много написали на эту тему насчет поправок. Тут есть рам поправки и все, конечно. По альфа-С. Какая-то единица. Опять-таки, в пределе, когда оба кварка тяжелые, то это будет альфа-С на масштабе массы кварка. А поскольку альфа-С логарифмически падает с аргументом, то она тоже будет маленькая, если кварки тяжелые. Но это уже логарифмическая, а не степенная малость. Но распоправка считается. Обмен плевающим с малым расстоянием порядком обратной массы кварка считается по теории возмущения, он известен и так далее. Для чего это все нужно, я забыл сказать. Поэтому я вас сначала спрашиваю. Чем интересно мерить такой расход? Для чего вообще что-то меряем? Просто из любопытства ВЦБ хотим найти. Потому что ВЦБ фундаментальный параметр. А вот эти все параметры, которые держатся на свойствах сильного взаимодействия, это не фундаментальная вещь. Это паразитная вещь, которая мешает нам чисто найти ВЦБ, измеряя этот распад. Поэтому цель, конечно, найти ВЦБ. Ну так вот, теория предсказывает, что в формальном пределе, когда оба кварка считаются тяжелыми, с точностью до степеней по правам. Полянда КФД на массу кварт. Ну, можно так сказать, что, например, вот это вылетит, а Ф0 будет равноделиться в этой точке. Вот это предсказание теории. И, в принципе, она уже позволяет предсказать, как ведет себя. Ну, вы уже получили всю амплитуду в этой точке, ну, на самом кончике фазы объема в этом месте. Ну, а измеривая в этом месте, вы меряете вот это все произведение в целом, и поделив на известную вот эту, условно говоря, единицу из эксперимента, вы уже можете найти ВЦБ. Реально, конечно, нельзя пойти в самый кончик фазы объема. Но можно начать с Ку-квадрата, там где-то в середине, потом вы ставите несколько точек по Ку-квадрату и потом экстраполируете точку Ку-кворот максимальное. Значит, в точке Ку-кворот максимальное фазы объема и нуля у тебя одна точка из всего фазы объема. Но практически, если вы на эксперименте пишете дгамма за за ку квадрат и меряете и сдаете несколько точек, а вот эта кинематическая граница, ку квадрат максимальная, то дальше вам нужна вот эта точка. Ну так можно, в хорошей точностью, померить. То же самое относится к распаду, если здесь вместо псевдоскалера будет стоять векторный дивизион, который один минус. Д-мизон псевдоскалерный, это аналог пи-мизон по квадратным числам, а векторный аналог ромизон. Чем отличается D, это звездочка. У псевдоскалера D оба восьмолне описывает эту пару кварков, но у псевдоскалера спины эти складываются в ноль, получается спин ноль суммарно, а вот здесь они складываются в единицу и получаются векторные. Но, что меняется и как влияет на массу мизона, ориентация спина в двух кварках? По сути, это сверхтонкое расщепление водорода, аналог. Чем отличаются два самых нижних уровня водорода? Когда электрон восьмолне, но есть взаимодействие магнитного спина в момент электрона с магнитным спинным моментом протона. И когда они складываются в полный спинный единица или ноль, наоборот, вот это ноль, а это единица, то это сверхтонкое расщепление водорода. Это добавка к энергии взаимодействия порядка 0,1-2 на верху или средний. Два магнитных деполита взаимодействия. Но, это магнитный момент электрона, это магнитный момент протона. Магнитный момент электрона порядка Борговского. Е, А, М, электрона, С, и тут стоит спин электрона. А у протона, тут стоит масса протона. Это ядерный магнитон. Он в тысячу раз меньше, чем Боровский магнитон, потому что протон в 2000 раз тяжелее электрон. Поэтому, если в атомных единицах, Е берется за единицу, H берется за единицу, масса электрона берется за единицу. Потому что масса протона будет равна 2000. И поэтому это будет так. Средняя, это единица 0 куб, это Боровский радиус куб, и внизу это единица в атомных единицах. Единственное, что не единица, это скорость света будет 137, и масса протона будет 2000. Вот два посторонних параметра. Значит, скорость света входит в оба магнитных момента внизу. Поэтому единица на С квадрат, и еще, для наглядности я напишу в отряду. Масса электрона единица, а масса протона 2000. То есть это отношение 1 к 2000. Это скорость света в квадрате. Если это поделить на единицу энергии городской, то будет разверное число. Ну или по-другому. Вот тут поставим единицу размерности городской энергии Е0. Тогда вот это нужно превратить в безразмерное число. И это будет постоянная тонкая структура. Е квадрат на Аш С квадрат. В атомных единицах. Е равно единице, Аш равно единице, все равно 137. Е квадрат на Аш С квадрат на Аш С квадрат на Аш С квадрат. Дополнение сверхтонкого расцепления к самой Боровской энергии подавлено. Альфа квадрат и... Ну что здесь подавлено. Тут стоит произведение магнитных моментов. Короче, делить на Боровский радиус куб. Так? Вот такая будет добавка энергии. Ну теперь давайте все буквы заменим. Когда вместо водорода посмотрим наш ПД-мезон. Ну вернее, посмотрим наш Мезон какой-нибудь. Что такое, что такое. И посмотрим, попытаемся параметрически оценить разность масс. Между пситоскалером и вектором, который отличается именно вот этим магнитным взаимодействием в спине. Или магнитные моменты складываются параллельно или антипараллельно. Значит, все разница. Один, теперь вместо электрона это будет легкий кварт, а вместо протона это будет тяжелый кварт. Так? То есть магнитный момент легкого кварта параметрический. Это ЕАЖ. А здесь вместо массы надо поставить конститенцию массу, то есть ряда к оси. А магнитный момент тяжелого кварта, В нем, конечно, доминирует его настоящая масса. Это будет ЕАЖ. НБС. А расстояние характерное между ними – это ланты-КХД обратное. Единица на ланты-КХД. Ну, поэтому, если все мерят единицы для ланты-КХД, это где-то 300 мм, да? То что будет являться малым параметром? Единица на массу-КХД. Малое число, потому что он очень тяжелый. Чем тяжелее кварт, тем меньше его магнитный момент. Обратная зависимость от массы. Ну и все, больше других особых параметров нет. Это кого, что еще? Это не Е, А это Ж. Теперь не ГАСТАТО взаимодействие не электромагнитное, а глионное, сильное, порядка единиц. Так? Что это за момент? Это хромомагнитный момент называется. Не электромагнитный, а хромомагнитный. Ну, да, так оно и есть, что-то сделаешь. Если у Кварка есть спин, и у него есть цветной заряд, как и обобщение электрического заряда, то у него есть и соответствующий магнитный момент направленный по или против спины. Никакой разницы моральной нет, между электрическим магнитным моментом и цветным магнитным моментом. Можно еще раз напишем в одном случае лямбокусиде, а в таком просто массе Батварка? Потому что вот эта динамическая масса Кварка, которая появилась еще в спонтанном нарушении герарной симметрии. Это не тривиальный, не пертурбативный эффект. И она доминирует, потому что его личная масса у Кварка 4 мэра, а эта динамическая масса 300 мэра. Поэтому я его массу исходную просто выкину. Осталась его конституальная масса. А у Держоного Кварка этого эффекта нет. И его личная масса большая, она доминирует. Если хотите, вы можете к этому прибавить, нам таких одни сейчас не изменится. Но константы связи же сильно намного больше, чем в Е электричестве. Поэтому это доминирует. Короче, если брать натуральные единицы, типа, конечно, константа планка единица, лямбокэходе единица, константы связи сильная единица, С тоже можно взять за единицу. Единственный параметр, который выпадает, это масса тяжелого кварка. Ну поэтому добавка к энергии. Ну давайте просто напишем, оцениваем. Энергия вот этого мезона. То ли фиртоскалера, то ли вектора. Из чего складывается. Есть основной вклад, это, ну вот, например, Б-мезон. Или Б, или Б-звездочка. Основной вклад идет из массы тяжелого кварка. Просто в тупую. Так, 5 Г. Какие есть забавки? Есть забавка типа, например, константная масса легкого кварка. Это лямбда, как и здесь. Дальше идут добавки. Это просто тоже кинематический как бы фактор. Это моя реальная, ну, эффективная масса. Кинематическая, в конце концов, если вы уже считаете, что она есть. Дальше идут добавки за счет взаимодействия. Обычное взаимодействие типа кулоновского обмена глионами, дает доза типа G S квадрат делить на R. R тоже порядка. Обратная R это лямбда КХТ. поэтому этот слен в порядке нам так и хотят дальше тут поправки например на счет того что на самом деле баквар не буквально стоит тупо на месте он немножко болтается у него есть маленькая скорость он нереативистский но не стоит уже за всех поэтому у него есть что-то типа поправка за счет его кинетической энергии k2 на 2мб где-то его трехимбус маленький порядка лянда кх-дет из-за того что он сказал в состоянии все-таки эти формулы не обязательно все писать я вам их пишу просто качественно что вы себе больше вернее получше хоть немножко представляли из чего там что складывается и откуда что набирается какая динамика в этих мезонах есть и наконец хотя тут уже места не осталось наконец-то есть добавки следующие вот такие за счет взаимодействия хромомагнитных моментов оно вот эти все добавки которые там написаны они практически одинаковы что в 0 минус что в 1 минус а вот это не одинаково в зависимости от этого складываются они в полный спин 1 или в полный спин 1 эта добавка отличается в пропорции 3 к 1 еще и знак меняется ну когда вы складываете вот каждый магнитный момент пропорционально своему спине так поэтому как оператор сверхтонкое взаимодействие как оператор это есть S1 на S2 если переписывать теперь через полный спин ну я двойку напишу качественно то это есть S полная квадрат минус S1 квадрат и минус S2 квадрат S1 квадрат это уже не оператор, а число это S1 на S1 плюс S1 плюс S1 плюс S1 равной половинке спин половинка у квадрат значит это будет что? 3 вторых значит на 1 вторых 3 четвертых и у тебя же алого квадрата 3 четвертых поэтому тут стоит S2 полная минус 3 вторых вот что это за оператор на самом деле и в водороде и в водороде то же самое спины протонные электроны такие же как у парка но полный спин может быть или ноль или один полный спин ноль вот он а полный спин один вот он а это добавка будет разной и что равно плюс полный в равенную нулю это минус 3 вторых а плюс полный в равенную единице это 2 минус 3 вторых это плюс 1 вторых они отличаются 3 раза по вершине и еще по знаку ну поэтому здесь будет плюс минус ну как это написать отдельно может быть напишем можно дотик идти на 2 можно дотик идти на 2 можно дотик идти на 2 я 4 сейчас значит давайте вынесем общий какой-нибудь множитель параметрически если не обращать внимание на вот эти минус 3 и плюс 1 то параметрически вот эта штука это порядка ланта КХД только в массы кварков входят короче говоря но один кварк легкий у него масса КХД и вот единственное слово которое не порядка единицы в естественных единицах магнитный момент б кварка единица на МВ все остальное параметрически или ланта КХД или порядка единицы потому что вот эта единица на МВ тоже покраска так же как и степенная но коэффициент отличается от 3 раз зависит от знака поэтому это не с плюс что таким полям как усилить квадратить делить на МВ и умножить или на минус чего-то вот 3 или на плюс 1 ну тут стоит коэффициент порядка единицы который так ля-ля-ля-ля-ля не вычислишь конечно это параметрическая зависимость это столько же но ЖК поперечная квадрат порядка ланта КХД квадрат пороски у этого мизона он порядка ланта КХД там есть всего два параметра ланта КХД и масса тяжелого квадрата и больше ничего там не ну вот качественно еще и у нас складывается баланс энергии это на самом деле масса в системе покоя это масса бомезона она складывается еще раз из массы дешевого квадрата очевидно это главный вклад вот ее было бы желательно вынести и по отношению к ней сказать относительные добавки это относительная добавка единица на МВ квадрат ну это кулоновской золотисты такой же а вот эти две добавки по сравнению с этой же они единица на МВ квадрат уже они второго порядка молодости это главные добавки первого порядка молодости а вот это маленькие совсем второго порядка но поэтому масса б возвращаясь масса псинтоскалер на МВ и масса вектор на МВ отличается только последняя добавка за счет сверхтонков расщепления это добавка второго порядка малости поэтому у них масса очень маленькая качественная сколько это если это 300 мм в квадрате это 0,3 в квадрате 0,1 2 в квадрате делить на 5 это сколько будет 0,2 2 сотки 2 сотки 2 сотки в квадрате это сколько мм 20 мм ну это даже много можно посмотреть какая разность масса B и B со звездочкой на эксперименте 1 у C квадрата масса в 3 раза меньше и у него это расщепление будет в 3 раза больше даже не в 3 а в 9 мм потому что потому что нет если мы смотрим абсолютную разность масс то она вот такая она 1 на МВ а тут будет стоять у него 1 на МС а МС 3 раза легче чем а МВ поэтому у C кварт у D мизонов расщепление где-то в 3 раза больше чем у B мизонов мы можем посмотреть у D мизонов разность масс до 0 а это не та разность масс до 0 до 0 1865 здесь со звездочкой 2010 грубо говоря значит 10 и еще 35 45 ну 50 мег грубо говоря у D мизонов а у нас сколько 20 получилось ну тут может быть двойка ну или даже тройка конечно но порядок правильно а у B мизонов должно быть раза в 3 меньше у D мизонов получилось где-то 40 мег да 1865 2010 а нет сотни еще надо добавить 1865 это 135 мег еще 10 145 мег 150 ну конечно когда я говорю что лям только как это 300 можно взять и 400 понимаете это же символическая с 0 если здесь поставить массу C 1,5 кг так еще пусть это будет 300 мег в квадрате это 0,1 делить на 1,5 или в мег прямо ну ну хорошо 0,1 делить на 1,5 10 делить на 1,5 семерка где-то 70 мег в 2 раза меньше чем на эксперименте это нормально я ж тут двойку не контролирую а если у этого 140 мег то у B мизона где-то раза в 3 должно быть меньше у него масса кварков в 3 раза больше сейчас посмотрим здесь вместо 150 должно быть где-то 40-50 мег то есть B0 52,80 B со звездочкой разность массы B и B со звездочкой 50 мег неплохо неплохо, да? в 3 раза меньше чем у B и B так а к чему я это все говорил я уже настолько ушел в сторону изначально а к тому, что эти 2 мизоны оба из волновые отличаются только сверхтонким расщеплением они практически одинаковы и поэтому без разницы в этом пределе о котором идет речь если у вас этот кварк стоит то и этот будет стоять и этот с точностью допоправки на лямбке по сравнению с массой тяжелого кварка потому что они отличаются только тем что переворачивается стыд тяжелого кварка вот у вас вообще стыд легкого кварка а тяжелого может власть параллельно на лямбке параллельно вот чем они отличаются чуть-чуть меняется масса на мелочь и по сравнению с кулоновской энергии взаимодействия это поправка на магнитное взаимодействие тоже в единице на мб раз меньшее тоже мелкие поэтому они отличаются только степенными маленькими добавками это в каком-то смысле вообще делить тот же мезон с точностью до поправок следующего порядка ну поэтому и для этого канала перехода B D за звездочкой электронную пару в этом пределе в точке Q максимальная тоже соответствующий младбищин будет рамки единицы они будут отличаться только степенными поправками к этой единице так ну мало того можно показать что роль вот этого кварка а нет это все про эксклюзивные распады это все пардон так теперь пойдем совершенно в обратный конец да инклюзивный распад понимаете вот это специфически выделенный эксклюзивный распад что вот эта пара мезонов с волновых это низшее состояние этой пары кварков C и U или C и D но возбужденных состояний здесь сколько угодно можно вроде и дополнительно сколько-то B мезонов и даже K мезонные пары ну короче до пас энергии 5 кВ минус 2 кВ 3 кВ энергии часть конечно уносит лектонная пара но еще там полтора-два кВ на адронную систему остается и можно родить много легких пика мезонов лишних поэтому там много каналов распада пас энергии обратно полный инклюзив когда мы ничем не ограничиваем а здесь эта пара C U или C D что одно и то же превращается с какой-то вероятностью во все возможные адронные состояния многочастичные и мы по всем то есть это называется полная инклюзивная полуэлектронная ширина например B-мезона или T-мезон так можем мы ее посчитать можем уже не разговаривалось почему если он считается тяжелым то родившиеся легкие кварки и даже нелегкие если этот кварк B намного считается тяжелее C то в среднем теперь если я не буду специально держаться за самый кончик фазового объема когда C рождается почти в покое это очень маленький самый кончик фазового объема а если смотреть полную интеграл по фазовому объему то есть полную ширину распада то в основном C-хварк рождается достаточно энергичный с энергией там полтора два погрева может быть ну он релятивистский характерный он не стоячий если мы его ничем не ограничиваем большая часть событий где у него энергия порядка две полтора я могу посчитать это в формальном пределе когда считается что масса B намного больше массы C и C рождается как легкий то есть сильно релятивистский ну например если я вместо C здесь родил У-хварк конечно я потеряю вероятность рождения У-хварка в амплитуде в 10 раз меньше а вероятность в 100 раз меньше но по кинематике ясно что этот легкий кварк эти легкие электроны при распаде пятигемного вахварка рождаются ультролитивистки так ну C-хварк конечно не ультролитивистки но и не стоя рождается как правило только специально нужно пойти в самую конечную точку фазового объема где установятся негролитивистки так вот если это все рождается что самое главное самое главное не то рождение самое главное как учесть взаимодействия кварков с глионом так вот если все частицы достаточно энергичные и мы берем полный ингрессив то мы уже много раз говорили что можно кхтшное взаимодействие кварков с глионом и делать по теории возмущения это раз и второе вопрос здесь какова роль вот этого кварка ну что реальная основа процесса составляет распад бэкварка этот играет пассивную роль но какова его роль при вычислении вероятности распада вопрос непростой я просто дам ответ но он так сказать сравнительно легко может быть получит ответственность в том что в первом решении можно пренебречь в том смысле в том смысле что взаимодействие наличие этого кварка оно конечно сказывается на то какие тут конкретные адронные каналы вот вот здесь много каналов и как между ними там это все распределять зависит у кварк или д-кварк что почти без разницы по экзотопике но в полной ширине короче роль этого кварка такая же как роль энергии связи а именно вот поправка на энергосвет это это лянда кхд в квадрате делить на массу тяжелого кварка это все равно что вы скажете что на самом деле я считаю распад свободного в экзотопе но на самом деле тот факт что он связан в состоянии размазывает его трехимпульс и он равен не нулю а размазывает в области порядка лянда кхд и у него будет кинетическая энергия порядка к квадрату делить на массу кварка вот эта размазка она универсальна да поэтому если я посчитаю ширину распада как ширину распада свободного в экзотопе то учет того что он был связан в состоянии он дает поправки вот такого же типа только тут будет минус она почти подходит поправка где-то и пусть кварка связана в состоянии он порядка лянда кхд это маленькая степена тут квадрата это уже по сравнению с единицей берется это поправка второго порядка малость здесь это тоже поправка относительно главного вклада второго порядка малость это та же поправка ну и можно показать что здесь тоже есть поправка вот такого типа которая отличает распад B от распада B со звездочками почему я здесь могу наблюдать распад B со звездочкой сладко а для D со звездочкой не могу куда еще может распасть B со звездочкой сильно он может распасть напоминаю разность масс в сабмер поэтому пимизон не излучишь сильно он не может распасть а пимизон это самая легкая частица которую можно обосильно взаимодействовать но он может распасть электромагнит фотон и спустил и перешел в B при звездочке тем не менее а и конечно сейчас B со звездочкой так вот у B со звездочкой возвращай сюда у B зоны нижнего это самый легкий этот на 50 мм тяжелее у этого вот эта инвизивная полуэлектронная ширина составляет 10% от его полной ширины а остальные 90% ведут на чисто адронный распад не лептонный распад вот это полуэлектронная ширина распада и эта полуэлектронная ширина распада практически одинаковы с точностью на степенных поправок а какой бренджер составляет распад б с звездочкой гамма b можно посмотреть вот это доминант написано то есть конечно электромагнитный распад доминирует и поэтому я думаю что это слабого полуэлектронного распада большая звездочка просто еще не витерится слишком у него маленький раз появилась возможность если не может сильно но хотя бы электромагнитно может распасться то это доминирует ширину распад ну хорошо и наконец все эти разговоры сводятся к тому что я напишу ответ для этой полной инклюзивной полуэлектронной ширины она сводится к вот этой диаграмме распадства модного бэкварка а учет всяких спектаторов и глионные поправки на сильные зерматисты они ну мы будем сравнивать например или с мю распадом или с тау распадом что одно и то же по по кинематике ничем не отличается этот распад от этого только массы другие а в остальном ну кабаяши москаба конечно а в остальном формула будет то же самое так а поправки за счет сильного взаимодействия следуются к тому что например есть чисто пертурбативный обмен блеоном какие-то петельки а не тот поправки вида единица плюс альфа с делить на пи по теории восприятия все считается в конце энергично и характерная константа связи альфа с уже достаточно маленькая так а поправки за счет спектаторного кварка это поправки вот так совсем маленькие степенные второго порядка ну поэтому можно писать формулу с точностью поправки по альфа с посчитаны это грубо говоря по счету в этом уровне и даже поправки альфа с подрант конечно подсчитаны поэтому и это поправка вот это число характерная генетическая энергия как квадратно двое связано в состоянии тоже известно из оценок тут не нужна для нее большая точность понимаете это маленькая поправка к единице поэтому если вы эту маленькую поправку знаете даже с точностью что там 20% то более-менее это достаточно она же входит деленная на массу квадратно а это число с точностью до поправки на массу ц выглядит так же как вот это и поэтому ответ выглядит так гамма 0 м равно g1 квадрат vcb квадрат по моему это 192 квадрат m b 5 это масса b квадрат обращай внимание не масса b резон хотя они близкие но дальше идут всякие такие поправки но тут еще стоит кинематический множество за счет то что масса цикварка ну немаленькая и по кинематике по интегрированию по фазовому объему я здесь родил или электрон или миолин его массами можно пренебречь конечно но масса цикварка полтора должна быть учтена это реальная функция кинематическая повторяю она известно я ее не буду писать но поэтому все к этому сходится и все вот это можно назвать гамманом это выкидывая все поправки вы прямо все там считаете вот эту диаграмму просто как распасть свободного квадрата в свободный циквар который дает бюджет или плотную парку и ничем не отвечает за этот расчет от этого получается стандартная формула только масса цикварка нельзя пренебречь и получается конкретная простая функция от этого отношения а дальше идут поправки уже характерные для сильного взаимодействия цвета магнитных хромом магнитных магнитных параметр параметрически это тоже поправка такого же порядка как и только она в эту формулу входит с другим коэффициентом по сравнению с массовой формулой вот этот коэффициент там где-то два раза может отличаться я не помню но это все маленькие поправки второго порядка малости понимаете это 300 мл в квадрате делить на 5 g в квадрате ну поэтому это 32 основная поправка вот эта конечно чисто пертампативная которая считается в лоб она почти не помню где вот например поправка вот тут число дано поправка аналог вот этой да аналог вот этой она здесь тоже есть вот она дает 4% поправку но эти 4% опять таки хорошо достаточно известно что стоит конкретный коэффициент неизвестно что стоит не в коэффициенте а неизвестно что стоит в этом масочном элементе насколько точно его можно вычислить так же как в этом масочном элементе какова средняя генетическая мерка тяжелого кварка связана в данном состоянии повезло так вот на решетке и люди вычисляют все и теоретически есть разумные модели которые позволяют оценить главное еще раз повторять то что эта поправка маленькая и поэтому не нужно вычислять этот масочный элемент с точностью 1% что очень трудно если вы его вычислили даже с точностью я не знаю 20% то поскольку это все в оправках единицы 4% да то если в этих 4% у вас есть плюс-минус 1% так это будет плюс-минус ну в смысле будет 4 плюс-минус 1% точность самой четверки не важна но точность ответа это плюс-минус 1% так что не страшно ну поэтому это хорошая точность его ответа на уровне 1-2% ответ предсказывается правильно если вы померили эту полуэлектронную ширину с такой точностью то на самом деле основная проблема не с этими поправками основная проблема вот с этим числом масса бэкварка потому что что такое бэкварка это же не электрон который можно поймать детектор и измерить его массу как свободные частицы он же реально не вылетает он на конфайменте это чисто теоретическая масса масса бэкварка и поэтому ее можно в разных схемах переномбировки определять по-разному и она может отличаться там я не знаю просто на 200-300 в разных схемах а поскольку она здесь в пятой степени то вот здесь неопределенность этой теоретической формы что представляли массу бэкварка это отдельная проблема я не хочу вдаваться в эти детали я скажу только два слова когда вы выставляете массу бэкварка в разных схемах перенормировки то она отличается рядом по альфа-с одна масса одно определение от другого и поэтому если вы взяли какую-то одну схему у вас тут стоит масса в этой схеме а дальше идет вот этот ряд теории возмущения единица и петлевые поправки а теперь вместо на конкретной каждой схеме эти петлевые поправки будут тоже разные полный открыт от схемы не зависит но во второй схеме у вас масса 2 равна масса на 1 а тут стоит ряд по альфа-с и здесь весь ряд ну и теперь если вы поставите сюда вместо у вас тут стоит первое пятое и какой-то ряд соответствующий первой схеме теперь вы поставите вместо первого что на ровное второе и вот такой конкретный ряд их связывается на этот ряд умножится на этот ряд и получится новый ряд ответ будет тот же но вы бы просто поперераскидывали часть члена спрятали в новую массу а часть перераспределила эти ну вопрос удобства удобно то чтобы эти поправки были маленькие вот это будет удобная схема что не надо делать многопитливых расчет но с другой стороны даже если вы выбрали схему в которой поправки маленькие нужно откуда-то отдельно найти чего равна массовая кварка в этой именно схеме потому что это не есть прямо наблюдаемый парадик ну вот все эти проблемы люди с ними давно мысят тем более менее разумное здесь приближение цифры схемы и так далее короче на эксперименте эту полуэлектронную ширину померили она где-то составляет 10 процентов полной ширины и отсюда вытащили ВЦБ и получили вот это как раз на сегодня и самый точный способ определения ВЦБ чтобы вы обратили внимание вот это из всех возможных методов измерения ВЦБ на сегодня вот это самый точный у него точность пару процентов за счет того что б кварт тяжелый тут получилось что-то типа это я вынесу это я вынесу 4,2 плюс минус там 0,2 вот сейчас такая где-то точность это сколько 5 процентов где-то да может даже немножко лучше я уже давно не освеживал эти самые цифры можете пойти колдейт освежить посмотреть теперь спрашивается вот мы начали с обсуждения эксклюзивной моды когда тут рождается например Дэй Лизонт или Дэсо-звездочкой да и мы идем в точку когда они рождаются почти в покое и там этот матричный элемент условно говоря ралли Денис долго обсуждали да и тогда если я измерил это я тоже оттуда нахожу ВЦБ он торчит общим множителем навсегда а 4 и 9 а что 4 и 9 а что 4 и 9 4 и 9 и причем это не по модулю квадрате а просто по модулю а это не в квадрате это просто по модулю 4 и 9 не может быть 4 и 0 и 9 а 4 и 1 значит а 4 и 1 значит ну так это хватит плюс минус а 4 и 0 9 плюс минус сколько больше 2 ну 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 хорошо я могу поправиться это какого года у вас? 2018 1812 что ли? 2018 а 2018 то есть свежая значит это будет что-то типа 4 и 1 плюс минус 0 и 1 ну значит точность улучшилась да так вот вопрос стоит в очередь вот мы из инклюзива таким образом сравнивая с экспериментом можем вытащить ВЦБ с хорошей точностью и из эксклюзива измерив дифференциальную ширину эксклюзивного распада приближать экстраполируя в точку максимального ну или минимальной отдачи когда они рождаются почти в покое мы тоже по теории предсказываем что форм-фактор в этом в этой точке равен единицей там поправка по альфа-с тоже может быть разумно посчитана и тоже измеривая то можем вытащить ВЦБ они должны совпадать совпадать они не очень хорошо то есть если вот тут получается вот так то из эксклюзивного вот этого способа получается поменьше ну например там вместо 41 получится 37 38 что-то в этом не то что они в два раза отличаются конечно нет но где-то процентов на 10 по-моему отличаются до сих пор но я скажу так вот это более теоретически надежный способ и к нему никогда претензий не возникало поэтому когда эксклюзивная мода меряется и сравнивается с вот этими рассуждениями эксклюзивными там вопросы в обрамках более скользкие они плохо считаются и поэтому я советовал относиться более надежно к инклюзивному измерению чем к эксклюзивному оно более чистое теоретически я говорю что при тех же точностях эксперимента считаю что эксперимент вообще абсолютно точный но есть теоретические всякие поправки в каждом методе и насколько они надежно малы или если они не очень малы насколько надежно их можно посчитать так вот инклюзивный метод всегда надежнее чем эксклюзив это раз потому что когда вы суммируете по всем многим каналам оно усредняется и отклонения всегда маленькие но не знаю у вас же там наверное если это свежая книжечка есть то дай данные какое ВЦВ получается из эксклюзива ну потом свободное время суммишь все 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 да ну хорошо так вот формально все что говорилось у вас проблем зонные распады можно повторить не теми зонных распадов если формально считать что ц кварт тоже тяжелый у него будет совершенно аналогичная форма только с той разницей то есть если у вас тут ц кварт то он любит идти в с кварт Кабояши масштаба цс главный а подавленный будет цд но с ц квартом конечно плохо он не очень тяжелый поэтому степенная поправка у него это основная проблема когда здесь вместо МВ квадрат это МС квадрат МС квадрат 10 раз меньше чем МВ квадрат вот где проблемы начинаются ну поэтому с точностью там я не знаю 15-20% ц квартовая формула тоже неплохо работает на инклюзиве расчет здесь распада в инклюзивных зонах работает по самому не плохо если вот так буквально просто взять и попробовать применить но оценка поправок очень тяжелая в этом гарантии что поправки маленькие вот где проблемы скрываются ну вот все что пока начнет что может не что вы не это вы